Есть иерархия мотивации, есть иерархия фактов. Когда на вопрос геноцида чеченского народа выставляют адекватное, а вот Басаев, а вот это непропорционально, это неадекватно, это не есть иерархия мотивации фактов. Это как бы с нашей стороны, с моей стороны так нечестно. Я так не хочу говорить. У меня гражданство российское, я не хочу так ставить вопрос. Я хочу честно подойти к этому вопросу. Сам Дудаев сказал, ты понимаешь, что мне уже не дадут отойти назад? Грачев говорит, ты понимаешь, что и мы не можем уже отходить назад. В общем, они пожали друг другу руки, понимая, что война неизбежна. Сегодня в Беларуси процессы неизбежные, антиимпериалистические. Беларусь хочет освободиться, наконец, от этого душного совка и идти в Европу. Когда после выборов начинались эти протесты, мы, естественно, следили, держали руку на пульсе. Здесь мы в Праге сами организовали, вот я и мой муж Андрей с чешскими ребятами. Огромный марш в поддержку Беларуси. Сейчас, конечно, внимание мирового сообщества немного ослабло, так скажем. Это все не так остро, уже не подается каждый день, 24 часа в сутки. Можете сказать вообще, какой расклад? Потому что больше всего меня интересует такой вот объективный взгляд человека изнутри, поскольку вы сразу поехали в Минск. Я видела у вас на Фейсбуке, что вы сразу сказали, что вы вот едете из Киева в Минск. Какой, на ваш взгляд, расклад? Какую роль играет в этом всем Путин? Какие у него интересы? Поскольку у меня, как гражданина России, в первую очередь, интересует опять мое рыло в пуху в этой истории, да, как гражданина России. Какой расклад? Я не скажу ничего нового. Расклад такой. Есть Лукашенко, который является общим раздражителем для всех. И для Путина в том числе. И который не хочет уходить ни при каких условиях. И надеется обмануть, как обычно, всех. В том числе и Путина. Обещаниями какого-то союза, обещаниями какой-то конституционной реформы и так далее. Это с одной стороны. Если с другой стороны, я бы не назвал это оппозицией. Я бы назвал это белорусский народ, который восстал и сказал, что все, хватит. Ну, то есть, все. Более того, этот процесс идет. Ничто не стоит на месте. Сейчас белорусы, поскольку они против Лукашенко, они видят в нем олицетворение всего. Они видят в нем олицетворение совка. Они видят в нем олицетворение диктаторского режима. Все плохое, что вообще может быть, они в нем видят. И поскольку сейчас Россия его поддерживает, и режимы достаточно похожи, практически братья-близнецы, происходит трансформация отношения к России. И чем дольше будет процесс нахождения Лукашенко власти, тем быстрее и больше будет Беларусь уходить от России с точки зрения настроений и предпочтений. Мы не секрет, что даже во время предвыборной кампании, вот эти полгода, белорусы, так или иначе, все равно симпатично селят к России, потому что это рынок труда, потому что открытые границы, потому что много всего. Потому что все говорят по-русски в Беларуси. А сейчас происходит рост национального самосознания. Этот флаг во многом был такой флаг, флаг Лукашенко. А теперь это не просто флаг Лукашенко, это флаг, национальный белорусский флаг. Это значит, они себя чувствуют белорусами, не россиянами. И они не зовут Россию. Это очень важный фактор, который никто не принимал внимания вообще в принципе. Все думали, что и в этом году так все случится, как это было в 15-м, и это было в 10-м и так далее. Это вторая сторона. Третья сторона, это, конечно, Россия. Я напомню, что в конце прошлого года, ровно год назад, Путин хотел обнулиться за счет союза с Белоруссией. А Лукашенко не дал. И у них был просто разрыв. Просто разрыв. И сейчас, когда фактически Путин может поглотить Беларусь, для него сейчас это проблема. Во-первых, потому что он уже для себя проблему обнуления решил за счет этого новой конституции. А как это Беларусь поглощать? А что там? У России сейчас самой очень много проблем. Как это сделать? Тем более, опять же, вот этот гвоздь у Лукашенко, который не устраивает всех. Вот условно говоря, если бы сегодня так получилось у России поменять Лукашенко на кого-то другого ей лояльного, я думаю, что во многом этот конфликт ушел бы на нет. Хотя, на самом деле, опять же, повторюсь, в течение времени все больше и больше белорусов относятся к России негативно именно потому, что за Лукашенко стоит Путин. Именно потому, что Росгвардия уже находится в Беларуси. Именно потому, что российские пропагандисты давно находятся в Беларуси. Вот это три стороны, три составляющих. Запад практически никакого влияния не оказывает на ситуацию и не стремится оказывается. Он всячески дает понять, чтобы Путин этот вопрос решил. То есть вопрос решать надо. Но Запад это делать не хочет. Он понимает, что сфера интересов России и вторая Украина никому не нужна. А Путин вот сейчас пытается... То есть перед ним стоит проблема, как эту проблему решить. С Лукашенко. Именно конкретно с Лукашенко. В Молдове победила Майя Санду, абсолютно проевропейский человек. И Тихановская, если она придет и станет президентом. Это более-менее одинаковые модели для развития Беларуси и Молдовы, как вы думаете? Нет. Потому что Тихановская, ну такой, это вот странно назвать, технический президент. Она же действительно не хочет быть президентом. Она должна прийти для того, чтобы объявить новые выборы, новые честные правила игры и выбрать действительно президента. У нее нет амбиции что-то менять и становиться президентом. Я не знаю, может у нее что-то поменялось, но пока те заявления, которые я вижу, это заявления таких рафинированных европейских политиков, которые за все хорошее против всего плохого. Она не политик. Она не политик. Если ее вдруг переубедили в обратном, ну это будет странно, потому что она до сих пор не политик. И не будет она. Вот на ситуации можно смотреть точечно из Минска или из Киева или из Кишинева. Но если смотреть на всю нашу историю многострадального нашего вот этого образования, мы видим все, что происходит, имеет вот эту самую тенденцию, да, имперскую, обратно собирание земель и не отпускание вот этих бывших союзных республик. Исходя из этого, что ожидает Беларусь? Он же, ну сложно себе представить, что, ну техническая фигура или нетехническая, что этот человек вот так согласится отпустить просто Беларусь. Я имею в виду Путина. Да, в том-то все и дело, поэтому он занимается этим вопросом. Для него тоже была эта ситуация неожиданностью. Я скажу так, что если обращаться к грядущему 30-летию независимости, это касается и России, и Украины, и Беларуси, да. Для Беларуси независимость валилась как, ну вот, манна небесная. Они за нее не воевали, кровь не проливали. Они абсолютно русифицировались там, ну очень сильно, гораздо больше, чем Украина, да. И вот независимость, что с ней делать? Были силы, в том числе в Беларуси, которые попытались Беларусь развернуть. Беларусь стала сопротивляться, потому что говорить по-белорусски никто не хотел. Никто не хотел белорусский язык в документобороте, в школах. Но я бы сказал так, большинство не хотело. Большинство. Не было готово. Не было готово. К Шушкевичу не было готово. К Позняку не было готово. Вот. А вот этот... Почему победил Лукашенко? Он победил не потому, что он еще боролся с коррупцией, а потому что он был вот выразителем вот этой пророссийской направленности, вот этой ностальгии по Советскому Союзу, когда было стабильно. Они, конечно, многие уже и не помнят, что за этим стоит, за этой стабильностью. Но, тем не менее, в том числе и поэтому за ними пошли, за Лукашенко. И Беларусь не зря называли таким заповедником социализма. Ну, во-первых, потому что не было приватизации. Были госпредприятия неэффективные, которые были дотационные. Но у Лукашенко была возможность в течение многих лет пользоваться дешевыми энергоносителями российскими, там, на своих нефтеперерабатывающих заводах делать нефтепродукты, продавать их по мировым ценам и на марже удерживать экономику, да. Ну, и в том числе, я не думаю, но это был важный фактор, вот. Не было никакого белорусского экономического чуда. А в этом году, почему, собственно, все произошло? Многие, как бы, стали потом чесать репку. А почему так? Вот столько лет они утерпели, сказали, да, уже как бы свыклись, уже, ну, пусть сидит, нам-то все равно. Мы уже как-то приспособились жить, потому что появился, ну, во-первых, ковид. И сотни тысяч белорусов, которые шибашили в России, вынуждены были вернуться, а здесь работы нет, в Белоруссии нет. Потому что ковид действительно существует, и те, кто приехал и увидел, что, ну, вот, особенно в маленьких каких-то поселках, городах, это было особенно видно, когда все больницы забиты, защиты никакой нет, люди умирают. А тут еще над ними издеваются. Еще над ними издеваются, еще их же винят в том, что происходит, и отрицают очевидное. Ну, и третье обманули с выборами, просто взяли и украли голоса. А тоже это было настолько очевидно, что все возмутились, сказали, ну, как же так? Ну, как же так? И сейчас происходит на самом деле, то есть это все факторы, которые подтолкнули ситуацию, но на самом деле она, это экономическая ситуация, это ситуация стагнации, она подтолкнула белорусов к тому, к чему, собственно, ну, должно было рано или поздно что произойти? Произойти вот этот протест против Совка, то есть против остатков вот этой Советской империи. Вот. И в том числе их смена отношений к России, это часть этого процесса. Вот. Который очень сильно катализирует Лукашенко, демонстрируя, что они теперь вот с Путиным братья навеку. Понятно, что уже про Запад вообще никто даже не говорит. Никаких Западов, ничего. Есть только Россия и больше ничего. Вот. А они уже не хотят. Ну, и поколение выросло целое, которое уже даже не понимает, что такое, как это так у нас будет общий государство. В России в нулевые годы люди были абсолютно настроены так вот гедонистически, все устали от 90-х, от разрухи, от голода. И когда появились какие-то деньги, как бы вот все проблемы залакировали и решили, что вообще давайте просто не будем о негативе, да, как вот это появилось. Я политикой не интересуюсь, равняется. Будем позитивными людьми, будем наслаждаться жизнью, вообще забудем обо всем. Шоу, веселье и так далее. И когда случилась война в Грузии, ну как, у меня это был шок, потому что я сама из Грузии, я помню 9 апреля 89-го года, то есть я как бы другой, другого менталитета человек. Когда я видела, что люди вообще не понимают, о чем я говорю, почему я в шоке и почему я вижу, что это пропаганда, которая два года подряд говорила, вот грузины, грузины, грузины высылали, списали списки детей в школах, да, и все начиналось, это истерика грузины-фашисты, Саакашвили-фашисты и так далее. Для меня все было очевидно. Ну и тогда все это проскочили. Ну вы ведь были тогда на войне, да, в Самача было, насколько я знаю, освещали. Вот для вас было понятно тогда, что происходит? Я думаю, понятно, что было. Это было еще раньше, намного раньше. Это было взрывы жилых домов, это был Беслан, это был Норд-Ост. Особенно после Беслана вообще было все понятно. Поэтому для меня война в Грузии, ну она была первой, когда за пределами России использовалось российское оружие и войска. Вот. Ну, ничем удивительного как бы в этом не было. Это все было абсолютно ожидаемо, на самом деле. Ну вы видели, что это была пропаганда, что устраивает истерику. Я уехал из Беларуси в 2000 году, потому что для меня уже не было никакой работы. Я никогда не работал на белорусской телевидении и никогда бы не работал. Я поехал в более свободную Россию 2000 года. Это еще было самое начало. Я еще застал какую-то свободу, еще было НТВ первое, первые, так сказать, волны. А потом, я шутил, от одного батья сбежал к другому. Потом случилось то же самое. Любой авторитарный режим, даже если авторитарные лидеры не читают никаких книг по авторитаризму, они действуют по одной и той же схеме. Они начинают с того, что они начинают душить свободу СМИ. После этого они начинают наращивать мускулы и правоохранительных органов, делать декоративными ветви власти и так далее. Но всегда начинают со СМИ. И я помню, как мне повезло, я был на телеканале ОРН-ТВ, где была ОРН-Лесневская, и она сохраняла свободу слова абсолютно. Маша, кстати, устроила, но мы вместе были. Потом последний осколок НТВ в лице Максимовской и ее программы перешел итоговый на ОРН-ТВ. И мне опять же повезло. Уже было все в фекалиях пропаганды, все каналы, уже было все. А мы еще нам давали возможность. Мы были такие типа Эхо Москвы в телевизионном эфире, потому что мы вроде как были не такие рейтинговые, не такие влиятельные. Но вот показывали, вот у нас Эхо Москвы есть, у нас Максимовская есть. А потом, когда сбили малайзийский Боинг, уже и Максимовская не нужна была. Уже и ее закрыли. Так что вот эта вся пропаганда, и мои многие друзья, с кем мы ездили в Чечню и дружили, и жили там в одном городке, они как-то встроились. Многие, не все, конечно, но многие. И я не знаю, то ли они действительно верят в эту силу, мощь России, там мы тут самые крутые. Есть такие. А есть те, кто цинично выполняет свою работу, все прекрасно понимая, зная, понимая, что в другой жизни, другого шанса у них не будет. Есть меньшинство, которое тупо ушло из профессии. Или профессия ушла от нас. Вот Маша говорила, что она тогда еще, когда была война в Грузии в восьмом году, она еще тогда даже этого не совсем понимала, и даже вела какой-то телемост. Как-то вот она, потом до нее дошло вообще, что происходит. Ну, когда наступил 2014 год, по-моему, уже, ну, совсем человека, которые, вот, ну, шоры должны были со всех сойти, правда ведь, уже в 2014 году. Ну, вы правильно сказали, что до восьмого года было золотое время Путина, когда был баррель по 120, все, условно говоря, завалили деньгами, там средний класс почувствовал какую-то стабильность. Вот, был брежневский застой, а там был путинский застой. Но, как бы, всем было плевать на политику. Ну, да, там Путин, мы все знаем, что он авторитарный, что он хочет остаться на второй, третий, пятый срок. Да и бог с ним, мы тут вроде как, у нас тут кредит, у нас в машине, мы тут можем съездить в Турцию, еще куда-то. Но, вот, недавно Иларионов очень правильно сказал правильную вещь, что применимо для России, для Белоруссии и, наверное, для Украины, в меньшей степени. Что есть модернизация, а есть вестернизация. Знаете, что такое? Модернизация, когда ты, это твой уровень жизни, да, ты можешь купить себе последний айфон, ты можешь купить машину в кредит, ты можешь это, можешь то, у тебя уровень жизни позволяет жить так, чтобы не особо заморачиваться политикой. Вот, так было в России, так было в Белоруссии, да. А вестернизация это отношение между властью и обществом, между людьми. И с точки зрения вестернизации все было плохо и в Белоруссии, все ухудшалось и ухудшалось в России. И вдруг все поняли, что в какой-то момент, когда, ну, во-первых, в авторитарных странах экономика не может быть такой же эффективной, потому что, как в других странах рыночной экономики демократии, ну, потому что нет свободы той, которая есть там, да. А когда становится меньше свободы, и, не дай бог, происходит какой-то кризис мировой, в разы сокращается количество денежной массы, вдруг ты понимаешь, что у тебя и демократии нет, и поменять власть ты не можешь уже, поменять власть не можешь. И в кошельке у тебя уже пусто. И вдруг ты начинаешь чесать репу, а какого черта я брал кредит ипотечный в долларах, когда сейчас, если раньше у меня там зарплата уходила четверть зарплаты на покрытие этого кредита, а сейчас мне надо две зарплаты, чтобы закрыть этот кредит. Да, и все просто, ну, а как же, а как же, а где СМИ, а почему? И тут ипотечные эти самые обманутые вкладчики, значит, выходят и кричат, вот, мы не можем жить, государство нам не помогает, а прессы уже нету, нету той прессы, все. Они были в шоке, что их уже винтят, и никто даже слова не говорит, нигде в новостях это не показывает. Вот, и всегда наступает момент, когда модернизация доходит до момента, когда наступает некий кризис, и людям важна больше вестернизация, то есть отношения между властью и обществом, то есть когда просто хотят поменять власть, а власть уже настолько заматерела, что она уже не хочет уходить. То есть в случае с Белоруссией 26 лет, в случае с Россией 20 лет, они там уже вросли настолько в эти свои Кремль, там и дворцы, что просто их оттуда не выковырить никак. Ну вот смотрите, то, что вы сказали, это такой политологический, научный взгляд, так скажем. Но ведь есть же еще люди, каждый человек со своей Одиссеей, он проходит стадии между Сцилой и Харибдой и так далее. Вот, например, как мы бежали оттуда, из России, как от черта, от больших денег, между прочим, занимаясь тогда огромными архитектурными проектами для олигархов. То есть как только мы поняли, что вообще говорить не с кем о войне с Грузией, ты с одним говоришь, с другим, с олигархом, с каким-то простым человеком, всем пофиг абсолютно. И ты понимаешь, что тебе просто из этого общества надо бежать, увозить детей. У меня вопрос. Пожалуйста. А если бы это была война не с Грузией, ну, допустим, с Украиной и тогда еще, в восьмом году, вот лично вы, вы бы убежали? Конечно, потому что я бы задала вопрос, ребята, а какая разница Украина или Грузия? Какая разница? Я сейчас вас приведу к войне в Чечне, на самом деле. Дело не в этом. Ну, просто я хочу сказать, что таких, как вы, единицы. Вот пока не коснется лично, никто не дергается. Ну, хорошо. Допустим, вот восьмой год. Потом четырнадцатый, уже здесь, в Праге. Мы слышим, какая реакция со стороны России. Бандеровцы, дайте им салой горилке, пусть они разойдутся с этого Майдана, да, и так далее, все это, они смеялись. Люди в Фейсбуке из России смеялись. Ну, я не видела ни одного, так скажем, из своих знакомых, кто бы сказал, ой, они действительно борются за свободу, или там, как в Карловом университете повесили портреты героев небесной сотни, в Карловом университете студенты повесили. А из России, то есть, шел такой смех. Окей, теперь все это зная, да, все это зная. И многие уже и в России понимают, что вот что-то не то. Ну, многие, может, еще и не понимают. Многие залакированы и находятся под влиянием этого ботокса. Я не знаю. Но люди, которые понимают, их не может это не привести по вот этой проекции в Чечню. Не может. Я сейчас говорю со многими людьми либеральных взглядов, которые, естественно, говорят, что Путин отравитель. И последние события с Навальным, они говорят, ну, люди, что вы не видите, что Путин международный преступник и отравитель? И они же соглашаются с тем, что, ну, Путин же проводил расследование теракта на Дубровке, Путин же проводил расследование в Беслане. Вот эти прокуроры, прокуратура-то, она ведь показала вам преступников. И здесь они вот все останавливаются и не желают дальше говорить. Нет, Чечу не трогаем. Чечня – это отдельная история. Чечня – это вообще территория Российской Федерации. Мы прекрасно знаем, да, люди, которые занимаются фактами, прекрасно знаем, что это не так, что была история с независимостью Чеченской Республики и Чкерия, что она существует, что это вопрос замяли, и тогда уже была страшная пропаганда. Почему-то вот многие люди таких прогрессивных либеральных взглядов очень боятся этой темы Чечни. Говорят, не-не-не, мы знаем, что такое чеченская мафия. Ну что вы, мы совершенно не хотим на эту тему говорить. Вот как бы, да, давайте еще про Грузию, Украину поговорим. Про Чечню мы не будем говорить, потому что там все сомнительно, все мутно. А начинаешь разбираться и понимаешь, что, в общем-то, ничего там особо мутного нет, потому что если ты разбираешься, все понятно. Вы можете проговорить хотя бы, какая у вас позиция, что вы вообще не боитесь эту тему поднимать, и можете свободно говорить, например, с чеченскими диссидентами об этом. Вот сесть с ними так за стол и поговорить, и все это проговорить, все документы поднять. Как был этот мирный договор, который собирались ратифицировать, обещал Ельцин Масхадову, подписав этот мирный договор с независимой республикой Ичкерии, парламент собирался ратифицировать, но почему-то вот пришел Путин и взорвал, ну, там, кто-то взорвал дома, почему-то кому это выгодно было, и началась Вторая Чеченская война. Вот можете сказать, что вы готовы на эту тему говорить? Ну, несколько моментов. Первое по поводу самой Ичкерии. К так называемой независимой Ичкерии времен Масхадова очень много вопросов. Потому что во время независимой Ичкерии времен Масхадова, который не контролировал, скажем, там, Ужбасаева, да, похищали людей. И это превратилось в массовый бизнес. Это была такая квази-республика, черная дыра. Это не было государством. Оно не состоялось. Это первый момент. Второй момент. Смотрите, какая история. Я не знаю, вам говорил Маш или нет. Я же был советником Рамзана Кадырова полгода. Я жил в Чечне. Это был конец 7-го, начало 8-го года. Когда Ичкерия, Чечня, достаточно быстро восстанавливалась. И я понимал, что, наверное, сейчас нужен именно такой человек. Так вот, у меня с Рамзаном Кадыровым были личные отношения, личная дружба, которую я сам лично, кстати, не искал. Но она вот так случилась сама по себе. И я уже могу об этом говорить, что в тот момент Кадыров, опять же, я не просил, но он узнал, и он очень сильно помог моей матери. Это было связано со здоровьем. Так вот, с этого момента я не могу говорить о том, что я буду высказываться про Чечню, я могу быть журналистом, или я независимый человек. Я человек зависимый. Я, при том, что у меня есть своя точка зрения, я вижу, что происходит и происходило, и так далее, и так далее, у меня при этом есть чувство благодарности за его личную историю. Но даже не в этом дело, я не имею права вообще, в принципе, об этом высказываться. Просто, ну, я себе лишил этого права, я не тот человек, который может об этом говорить. А вы можете хотя бы сказать свое мнение про 31 декабря 1994 года? Просто как человека, абстрагироваться. У каждого есть личная история. Вы знаете, у меня тоже есть личная история, связанная со смертью моего брата. Я не трогаю ее. У меня есть история, связанная с какими-то питерскими бандитами. Я их не трогаю. Я сейчас говорю, как человек, вот, просто человек, объективно, не привязываясь к своему личному. Я прекрасно понимаю, что случилось 31 декабря 1994 года. Ельцин и Грачев ввели войска в мирный город, независимый Чечни, которая объявила уже себя, объявила независимость. Ну, как мирный? Он не мог быть мирным, потому что у населения было оружие. Его уже раздали. Они готовились к войне. И они понимали, что, скорее всего, война будет. То есть я понимаю, что людям раздали оружие. Но кто начал первый? Кто начал первый? Просто Чечня объявила независимость. И следующим это был бы Дагестан. И Россия бы лишила своего Северного Кавказа. Это был конфликт, который, к сожалению, политики того времени, и Дудаев, с одной стороны, и Кремль, с другой стороны, такие имперцы, которые уже прошли, кстати, Абхазию, Южную Осетию. Это уже при Ельцине, они поддерживали сепаратизм в Абхазии и Южной Осетии. Это был 1992 год. Они не смогли договориться. И поскольку имперские настроения, в том числе и у Ельцина, они были достаточно ярко выражены, то они решили... Ну как решили? Ельцин колебался очень сильно, Черноморец был против. Но они решили, что, значит, они будут вводить войска. Но дело в том, что, с другой стороны, Масхадов тоже был человек... Дудаев. Тогда Дудаев. Простите, Дудаев. Да, Дудаев. Я вам скажу так. Об этом писал в том числе и Грачев в свое время, когда они в Дудаеве встретились в Ингушетии накануне. И Дудаев сказал, ты понимаешь, что мне уже не дадут отойти назад? Грачев говорит, ты понимаешь, что и мы не можем уже отходить назад. В общем, они пожали друг другу руки, понимая, что война неизбежна. Война неизбежна. То есть это конфликт между империей и между частью этой империи, которую объявила независимость. Правильно. А сколько человек? 300 тысяч уже насчитано. Это подвержено даже Рамзаном Кадыровым. Это бомбежки мирного населения, бомбежки по скоплению мирного населения. То есть наша Петра Прохаскова, великая журналистка, которая здесь у нас в Праге живет, в Чехии, она же все подробно рассказывала, как все было. Это была просто бесчеловечная война на уничтожение чеченского народа. Это раз. Второе, как до сих пор это клише, которое тогда уже была, это пропаганда на телевидении, страшнейшая пропаганда, что чеченцы звери, и это все экстраполировалось на просто обычного человека. Как вам с таким нацизмом вообще, как можно смириться? Смотрите, российская армия входила в Чечню, но говоря откровенно, на вражескую территорию. Потому что практически вся Чечня, первая компания, первая, она была за независимость, и она не считала себя частью России. И, соответственно, люди, военные российские, которые зашли на эту территорию, они тоже это поняли, они тоже ощутили, они понимали, что это, в общем-то, вот куда они сейчас зашли, это не Россия, я не знаю, Афганистан, ну что угодно, но это не Россия. И они не чувствовали, что вот они в Саратовской области, условно говоря, которая решила объявить независимость. Это вообще совсем другое. Это очень важный момент. Второй момент, я был не только на Чеченской войне, я был и в Донбассе, я был в Грузии. Я могу сказать так, что когда сила оружия, а это на войне нет другой силы, да? То есть право не работает вообще никак. Когда сила оружия стоит на первом месте, то преступления совершаются с разных сторон. Но если говорить про российские войска, которые действуют в первую кампанию, это несоизмеримо. Это было действительно... Действительно народ воевал против российской армии, и российская армия воевала против народа. Против народа. Который, да, действительно был настроен враждебно в отношении к российской армии. Действительно помогал, действительно укрывал, действительно делал все для победы своих. И они, конечно, действовали, наверное, не лучше, чем Милошевич, мягко говоря. И, наверное, не все преступления в Первой войне мы знаем. Вот. Но то, как действовала российская армия... Во-вторых, кампания, кстати, российская армия... Я не думаю, что действовала лучше. Просто они сначала покидали бомбы сверху, да? Неизбирательно абсолютно там. Стреляли из артиллерии, а потом заходили уже в населенный пункт, который практически был там зачищен артиллерией. Я просто помню Брозный, там дом престарелых, и там был мужчина, ну, достаточно не старый еще. У него там на нервной почве что-то происходило, потому что он рассказывал, как заходили передовые отряды. Им уже передали некий опыт первой чеченской кампании. И они сначала бросали гранаты в подвалы, а потом уже заходили. А там люди были, мирные, которые прятались от бомб. Вот. Понимаете, это война. И на этой войне, что со стороны басаевцев и других не было преступлений военных, поскольку угодно. Просто они не носили такой массовый характер, у них не было градов, у них не было такой артиллерии, у них не было авиации. Ну, смотрите, понятно, что... Понятно, что... Да, да. Да, извините. То, что потом басаевцы сделали в Беслане. Вот это тот довод, который все время мне приводят российские, так скажем, либералы, свободные люди. Они говорят о Беслане. А то, что сделали с чеченским народом, они как-то... Ну, это само собой разумеется, они же террористы, они же так рождаются уже террористами. Я говорю о том, что... Смотрите, военные преступления было, их было очень много. Очень много. Но есть еще такая вещь, когда война происходит в населенных пунктах, и без человеческих жертв гражданского населения никак. Но я хочу еще раз повторить, что гражданское население в Чечне не принималось в расчет. Так это самое главное преступление. И чеченские диссиденты, которые находятся в Европе, они подали в Гаасский суд. И, конечно же, это все... Там четыре самых страшных преступления. И геноцид, и военные преступления. Я не могу говорить в чистом виде, что вот Басаев был за... Басаев был такой борец за независимость, он такой легендарный герой. Он бандит. Смотрите, есть иерархия мотивации, есть иерархия фактов. Когда на вопрос геноцида чеченского народа выставляют адекватное... А вот Басаев. А вот это непропорционально, это неадекватно, и это не есть иерархия мотивации фактов. Это как бы с нашей стороны, с моей стороны так нечестно. Я так не хочу говорить. У меня гражданство российское, я не хочу так ставить вопрос. Я хочу честно подойти к этому вопросу. Вот, например, возвращаясь к нашему президенту Владимиру Путину, что он творит сейчас? Он рисует новую историю и Великой Отечественной войны, и современные картины. Он всех засасывает в этот пылесос. Кого-то добровольно, кого-то насильно засасывает. Человек, который сопротивлялся этому, был Лех Кочинский, который на Вестерплате в 2009 году сказал, что нас всех ожидает. И до этого он в 2008 году полетел в Грузию и говорил прекрасно, что нас всех ожидает, что весь мир ожидает в связи с этим. И это все происходит, как он сказал. Но тот же Лех Кочинский сказал, что да, Польша тоже виноват, то, что сейчас пытается предъявить Путин Польша, что вот из-за нее вообще-то и развязалось, она была тоже сама виновата. Он сказал, да, мы виноваты в том, что мы тогда отняли территорию у Чехословакии. Он признал это. Все, человек признал, и все, вопросов Польши нет. А у нас получается, у России, что мы все втягиваем, залакировываем, покрываем этот труп разлагающийся румяными, белилами. Говорит, смотрите, какая красивая молодая девица. И все продаем. Я совершенно категорически с этим не согласна. Я хочу сказать, что вот здесь мы виноваты, вот здесь мы виноваты. Сесть с чеченскими диссидентами, которые совершенно прекрасные люди. И они просто, понимаете, какая несправедливость. Их всех поголовно, поголовно, прекрасных людей, образованных, утонченных, мажут одной краской. Вы террористы, вы бандиты, вы бандиты. Понимаете, что сейчас произошло? Я думаю, что нормальные русские вообще должны сопротивляться этому, потому что правда, она национальности не имеет. Правда есть правда. Ну вот там, где они сейчас живут, их никто не мажет с же одной краской, да? То, что там преступление сейчас не происходит, и мы не знаем, что там происходит, и как там, никто не может слово сказать. Смотрите, про современную Чечню я вам сказал. Я не могу говорить. Это я поняла. Это я учитываю. Это я учитываю. Но мы же не можем сейчас из-за того, что у вас личные обстоятельства, говорить, что там все прекрасно. Я вообще ничего не говорю. Я не говорю прекрасно, я не говорю плохо, я ничего не говорю. Это важно. По поводу Басаева я сказал о том, что я не собираюсь просто говорить о том, что это герой. Это не герой. А я тоже не говорю, что это герой. Заметьте, никто не говорит, что он герой. Говорят, что он фигура. Вот есть один человек, давайте его судить. Окей. Но зачем мазать этой краской весь чеченский народ, что сейчас и происходит? Ну я не мажаю, да? Я вот предлагаю поговорить об этом тоже. Смотрите, гибель гражданского населения в ходе боевых действий, особенно таких, которые были в чеченскую войну, это военные преступления. Есть военные преступления, а есть гражданское население, которое живет в зоне боевых действий и погибает в силу того, что они находятся в зоне боевых действий. Это немножко разные вещи. Когда чеченцев убивали, потому что они чеченцы, и была абсолютно безнаказанность, и многие подразделения российской армии совершали военные преступления, ну просто на поверхности там это делал Буданов. Ну просто там был такой резонанс. Но этих Будановых были тысячи там людей таких. Понимаете? Но я могу сказать, что это не исключительно ситуация, так на каждой войне, где победитель приходит на территорию побежденного, и если это не такое государство, как Россия примерно, оно совершает однозначное преступление. Вы вспомните, как мстила советская армия, когда зашла на территорию той же Польши, той же Чехословакии. Да, я это прекрасно знаю. Я снимала фильмы, да. А уж тем более на территории Германии, какие ужасы творила советская армия. Освободитель, да, вот это все. Она была и освободителем, и одновременно поработителем. Вот. Ну вот такая страна была освободителем, и в то же время поработителем. Это был Советский Союз. Россию сейчас, ну вот, считает себя правоприемницей. Она правоприемница со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения того, как сегодня, каков сегодня политический режим. по отношению к своим же, и не только к своим гражданам. А вы сначала сказали, что у вас есть позиция и по Нордосту, и по Беслану, и по взрывам домов. Вы можете ее тогда сказать? Могу, да, конечно. Значит, я считаю, что люди, которые захватывали заложников, чеченцы, и даже те чеченцы, которые лично сами пострадали в ходе боевых действий на территории Чеченской республики, они все равно захвачки террористов. Дальше мы начинаем разбираться, почему же так произошло. Во-первых, потому что не сработали спецслужбы, которые не смогли предотвратить. А второе, действительно, они не смогли решить проблему Чечни в тот момент. И появилось очень много людей, которые были готовы воевать вот такими методами. И которых готовили к этому еще при этом. То есть причина, она в том, что между Россией и Чечней была не просто война, была война менталитетов, отношений. Россия себя ввела как классическая империя по отношению к этой Чечне, которая хотела в тот момент независимый. Это если говорить о причинах. А по факту эти причины привели к тому, что некоторая часть чеченской молодежи была готова стать террористами, шахидами и так далее. Я это не приветствовал и не приветствовал никогда. Я не могу это объяснить. Я не могу объяснить, как можно захватить школу в Беслане. Не могу это объяснить. Ну вот это опять мы приходим к тому же пункту, который... Хорошо, я поняла вашу позицию. А для меня есть и то, и другое. И если говорить про развязку в Беслане, я считаю, что развязка такая, какая она случилась, целиком на совести Кремля. Целиком. Потому что они начали, в общем-то, эту операцию. А Норд-Ост? Нет, Беслана. Беслана. Ну, Норд-Ост, там другая немножко история. Там другая немножко история. Там была бездарно проведенная спасательная операция, провалившаяся. Но с точки зрения обезвреживания, наверное, она была... Ну, многие спецслужбы сказали бы, она успешна. А вот по спасению людей они провалили, и поэтому погибло так много людей. А что касается взрывов домов, у вас есть позиция по этому вопросу? Да, конечно. Позиция очень простая. Я считаю, что взрывали дома ФСБ для того, чтобы иметь предлог войти в Чечню. Ну, а какие еще могут быть другие? Другая позиция, если у нас есть факты того, как готовился там, ну, в Рязанске, в Сочи. И давайте последний вопрос на эту тему, вот прямой, если можно. Вот вы работали на телевидении в 2000 году, да, вы сказали, вы приехали из Белоруссии в Москву. Тогда была какая-то, ну, вот на телевидении, не то чтобы методички, инструкции, я знаю, что тогда все-таки была свобода, но общее движение, общий вектор, что надо показывать чеченцев как зверей, надо показывать, что чеченцы не люди, надо нагнетать вот это состояние, что мы правильно захватили Чечню. Было это на российском телевидении? Смотрите, я работал, я приехал, работал на ТВЦ, а потом на РЕН-ТВ. Это не самые там большие каналы, да. Поэтому, наверное, и не было такого жесткого там диктатового редактуры, мне никто не говорил. Но я вам скажу так, я, конечно же, смотрел всякие сюжеты еще до того, как переехал в Москву про Чечню. И, конечно, я знал, что мне могут там выкрасть, мне могут отрезать голову, там вот это все, ну, вот это все, да. Значит, я когда ехал в Чечню, я очень боялся чеченцев. Очень боялся. Вот. Но мы все-таки пересилили, значит, мы оторвались от федерала, потому что первые несколько лет журналисты перемещались только в сопровождение федерала, а, соответственно, ты не мог ничего снять реального. Ну, ты не мог снять. Не давали, это было невозможно. Я понял, что надо отрываться. И мы познакомились с одной семьей, потом через нее второй, третий. А оказалось, что есть огромный пласт людей, который называется гражданское население. очень хорошие люди, которые также боятся федералов, но боятся еще и те, кто там в лесах. Особенно во вторую кампанию, когда все поняли, когда уже сами чеченцы натерпелись от своей чкерии. Они уже натерпелись за эти два-три года. Три года. И мое отношение к чеченцам, оно абсолютно, конечно, поменялось. И я скажу, что, наверное, большинство командировок, и удачных командировок, и съемок, это были те съемки командировки, когда мы снимали сами по себе. Мы отрывались, как бы, всех, и снимали. По поводу диктата над телевидением, отвечая на ваш вопрос. Это был 2001 год. Я стал снимать расстрелы, несудебные казни чеченцев. Когда находили трупы там, в каналах, еще где-то там. Я это снимал, и показывал. У меня не было запретов. Я думаю, что в 2002-2003 уже, наверное, был бы запрет. Но я потом перешел на РЕН-ТВ, и я снова это показывал. И во втором году, и в третьем, и в четвертом. Было много сюжетов про беспредел федералов тогда. Про то, что они творят. И поэтому очень... Почему был такой большой запрос на свою собственную власть у чеченцев? Потому что они реально боялись этого беспредела. Они так натерпели, что они думали, что вот сейчас будет своя собственная власть, и мы чеченцы, они чеченцы, и они нас защитят от федералов. И я скажу так, на самом деле, тогда это так и произошло. Что чеченская власть настолько набрала силу и стала сильной, что удалось отодвинуть федералов. Да, спецов нет, фейсов нет. Но если говорить про вот этот беспредел, когда несколько контрактников могут набиться, изнасиловать кого-то, ограбить и расстрелять, такого уже не было через какое-то время. Но я это все мог показывать, мне повезло, потому что я работал на деле с Максимовском. Я бы уже ни во втором, ни в третьем году не мог этого сделать для других эмалов. Не мог бы. Это была форточка под просто везение, что мне так повезло. Ну хорошо, спасибо вам огромное. Вот просто такой последний, такая реплика, что ли. Давайте как-то, не знаю, не позволять обществу мазать одним миром всех чеченцев. Потому что это ужасно, это ужасная несправедливость. Люди, народ не заслуживает, чтобы всех одинаково мазать вот этим миром. это неправильно. Это давняя-давняя история, я про это знаю. Действительно, в России было клише очень сильное про чеченцев, оно еще больше усилилось после того, каких обвинили взрывов домов, да, понятно. Вот, но для меня есть абсолютно понятно, есть террористы, есть гражданское население мирное, замечательное, хорошее, которое страдает. И я очень четко отделяю первых от вторых. И я понимаю, что за какими-то терактами идет не просто захват ради наживы, ради денег, а была в том числе попытка такой войны террористической, да, когда они поняли, что у них нет никаких других средств борьбы, но я это понимаю, но я это не оправдываю. Я считаю, что гражданское население не виноват ни со стороны в Москве или в Беслане ни со стороны Чечни. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.